Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» в студии Инга Габешия. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. В Сочи сегодня состоялся парад полицейских. Правоохранители отметили профессиональный праздник. На Макаренко начался снос гаражей. По судебному решению их уберут с муниципальной территории. Каждой семье по дереву село Богушевка готовится отметить 120-летний юбилей. В Сочи сегодня открылся хоккейный турнир «Противостояние». На новые для города соревнования приехали 8 команд. Рай для туристов. В этом году на курортах Краснодарского края отдохнули почти 14 миллионов человек. Это абсолютный рекорд, отметил Вениамин Кондратьев, открывая совещание по итогам летнего курортного сезона. Оно прошло сегодня в Крымском районе. «Хоть муниципалитет и не является прибрежной зоной, но потенциал для развития туризма есть, отметил глава региона. До начала встречи губернатор побывал на винодельческом предприятии Левкадии. Главе региона показали виноградные плантации, а также, как и где делается напиток богов. По такому же маршруту возят и туристов, которые приезжают сюда в рамках гастрономического тура. Пока это направление в стадии развития, но, по мнению Вениамина Кондратьева, его нужно развивать и создавать для этого инфраструктуру». «Магазин есть, туристов нет. Есть что посмотреть, есть что купить, есть что потрогать. Даже можно в чем-то принять участие, чтобы своими руками прикоснуться к тому, как производят вино. Что сделать, чтобы появились туристы? Сегодня основная задача не только для вашего бренда, производства, предприятия, в целом для агрокомплекса Кубани, винодельческого, да и просто фермерского особо. Как завлечь туриста, как сделать так, чтобы он поехал? «Пойтиным маркетингом, делать интересные мероприятия и привлекать людей». «Где жить-то туристу, к которому приедет?» «Совершенно верно. Мы этим занимаемся. У нас здесь поэтапно, безусловно. Нужны гостиницы, безусловно». «Сопутствующий бизнес, который должен быть ресторанный бизнес, кафе. То есть все, что сопутствует тому, чтобы турист качественно отдыхал. Он же отдыхает». Сегодня подвели не только итоги этого летнего сезона, но и обсудили предстоящий зимний сезон и развитие отрасли в следующем году. Власти Краснодарского края в следующем году планируют сократить вдвое финансирование программы развития санаторно-курортного и туристического комплекса. Расходы рассчитывают уменьшить за счет содержания Олимпийского парка. Планируется, что в следующем году на него потратят до 160 миллионов рублей. В этом году расходы составляли 324 миллиона. В 2014-2015 годах на содержание парка выделяли более 500 миллионов рублей в год по программе развития санаторно-курортного и туристического комплекса. Из них 60% составляли деньги из регионального, 40% из муниципального бюджета Сочи. Парк занимает территорию в 51 гектар. Это зеленые насаждения, газоны, 26 объектов недвижимости. Фонтан-чаша Олимпийского огня, асфальтовые покрытия, площадки, туалеты. К Олимпийскому парку не относятся такие спортивные объекты, как стадион Фишт, керлинговый центр Ледяной Куб, а также ледовые аренды и дворцы. В год парк посещают около 2 миллионов туристов, пишет коммерсант. В Сочи сегодня состоялся парад полицейских. Накануне Дня сотрудников органов внутренних дел лучшим были вручены почетные знаки, грамоты и благодарственные письма. Расскажет Елена Овсецина. Традиционно 10 ноября отмечается профессиональный праздник сотрудников полиции. Его история началась аж с 1715 года. Именно тогда Петр I создал в России службу охраны общественного порядка и назвал ее полицией. Сегодня выступая перед полицейскими, заместитель начальника УВД Сочи Сергей Огурцов отметил, главное не потерять доверие сочинцев. Именно такой является полицейская служба, требующая высочайшей ответственности, мужества, спорной самоотдачи, верности долгу и присяге. Наша служба по праву считается одной из самых тяжелых, ответственных и необходимых. Жизнь в городе должна быть безопасной. Об этом говорил депутат городского собрания Сочи Геннадий Глазырин. От депутатского корпуса он поздравил сотрудников внутренних дел с профессиональным праздником и вручил лучшим из лучших грамоты. Председателя городского собрания Филонова Виктор Петровича и от всех депутатов хочется сегодня вас поздравить с этим большим праздником. И отметить ваш безупречный труд, который обеспечивает безопасность в нашем городе, безопасность жителей, безопасность наших отдыхающих. Это большая работа. В этом году в Сочи раскрыто 3000 преступлений. Из них около 500 тяжкие и особо тяжкие. Было изъято около 13 килограммов наркотиков, а это десятки тысяч доз. А значит в архиве правоохранителей сотни спасенных жизней. Благодаря взаимодействию с сотрудниками ФСБ совместным рейдом было возбуждено 116 уголовных дел. Среди награжденных сегодня и полковник юстиции Александр Терещенко. Он непосредственно на месте вел переговоры с преступником во время операции по спасению девочки. Собственный отец удерживал ее в качестве заложницы на протяжении 6 часов в одном из домов микрорайона Блинова. Проводились мероприятия, подготовительные случаи самого неблагоприятного развития событий на силовой захват. Однако потом было принято решение вступить в переговоры с преступником. Он тяжело шел на контакт. Удивительные переговоры смогли убедить его остаться и обучить замужника. И сегодня в зимнем театре для тех, кто ежедневно стоит на сражи порядка и безопасности в Сочи, был подготовлен праздничный сюрприз. Концерт с участием шоумена Сергея Крылова, певца и композитора Александра Добронрауова и группы «Мираж». А накануне мэр Анатолий Пахомов традиционно встретился с вдовами и матерями героев, павших при исполнении служебного долга. Каждый год руководство УВД совместно с мэрией выбирают разный способ чествования семей, погибших при исполнении служебного долга сотрудников полиции. Приемы проводились в горах Красной Поляны, на территории Олимпийского парка, а в этом году была устроена экскурсия по морю на яхте. А после прогулки все собрались в одном из городских кафе. Вдов поздравили, руководитель управления внутренних дел и глава Сочи. Власти, коллеги никогда не забудут великий подвиг, никогда не забудут этого человека. И, конечно, самое главное – это не забыть его близких, детей, оказывать всестороннюю поддержку, помощь. И наша задача власти как раз в этом и состоит. Матерям и женам погибших полицейских оказывается материальная помощь, решаются бытовые вопросы. Ежегодно семьям полицейских выделяют квартиры. В этом году ключи от нового жилья получат 10 сотрудников правоохранительных органов, которые достойно несут службу. Анатолий Пахомов также обсудил с женами и матерями погибших сотрудников полиции насущные городские проблемы. А после глава города и руководитель управления внутренних дел вручили вдовам цветы и подарки. Спасибо, спасибо. Воспитательная работа среди студентов должна быть усилена. Об этом накануне заявил глава Сочи Анатолий Пахомов. На расширенном заседании с руководителями высших и среднеспециальных учебных заведений говорили о безопасности. В условиях борьбы с терроризмом педагоги должны уделять максимальное внимание подрастающему поколению сочинцев. КВН, походы на природу или просто вечерние посиделки. Сочинские студенты должны быть максимально вовлечены в общественную жизнь своего учебного заведения. На выставке в холле органова зала маленькие отчеты о том, как молодежь проводит свободное время. Одни участвуют в конкурсах, другие успешно занимаются самодеятельностью. Главный зритель выставки – глава города. Мы готовы всячески оказывать любое содействие в студенческой среде, в молодежной среде, чтобы она была организована. Раз, чтобы она занималась своими любимыми делами. Педагоги, студенты и представители городской администрации встретились для обсуждения актуального на сегодняшний день вопроса безопасности. Со слов Анатолия Пахомова, современную молодежь нужно воспитывать. Впрочем, такая мера не новая, но в современном мире особенно важна. Стоит упустить из внимания студента, и он может попасть под влияние опасных слоев общества. Например, в запрещенную в России организацию ИГИЛ. Уходит тот, на кого не обратили внимания, в ком не увидели его талант, не увидели его возможности. И он пойдет туда, куда его позовут. Не нашли мы с вами ему увлечения, а его позвали в ИГИЛ. Его убедили. Кроме того, работа, отвлеченная от основного учебного процесса, идет только на пользу общему развитию, уверены педагоги. Сочинская молодежь не раз демонстрировала свои возможности во благо всех жителей курорта. Большое благодарность всем вам и студентам ваших вузов за то, что мы совместно проводим большое количество мероприятий в летней строительной компании. Ваши студенты проходят практику, работают на летних дворовых площадках. Одно из принятых решений – в Сочи появится больше патриотичных, активных и креативных событий. И каждое должно быть интересно студентам. Чтобы все получилось, требуется прямое взаимодействие между вузами и администрацией города. Мнения и пожелания молодежи также будут учитываться. Наша задача, прежде всего, от самих студентов, от самих молодежи услышать, чего они хотят, что им для этого нужно. И я уверен, что та молодежь, которая сегодня будет с нами встречаться, это та молодежь, которая знает, чего хочет и действительно хочет того, чтобы быть счастливым. При этом необходима прямая заинтересованность студентов и мотивация. За активное участие в городских мероприятиях и при этом хорошую успеваемость решением главы Сочи для молодежи учреждены 4 стипендии, каждая по 25 тысяч рублей. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. В Сочи тушат лесной пожар. Сегодня утром спасатели выехали в район села Пластунка для ликвидации возгорания лесной подложки. На месте также работали пожарные расчеты и сотрудники городской службы спасения. Помощь потребовалась и накануне вечером. Сотрудники МЧС работали в этом же лесном массиве с использованием ранцевых огнетушителей, ликвидировали незначительные возгорания сухой травы и кустарников. У сотрудников Сочи теплоэнерго сейчас тоже горячая пора. Горожане задолжали предприятию 384,5 миллиона рублей. Неплательщики есть в каждом районе курорта. С одними компания еще пока ведет беседы. Для других время слов закончилось. Они уже остались без горячего водоснабжения. Очередь за имуществом. Платежную дисциплину сотрудники Сочи теплоэнерго и судебные приставы на этот раз повышали в Адлерском районе. Здесь задолжали около 53 миллионов рублей. Многим перекрыли горячую воду. Теперь вот описывают имущество. Если в течение 10 дней должники не рассчитаются с ресурсоснабжающей компании, его изымут. На ежедневной основе проводится отключение должников. Перед этим их в обязательном порядке предупреждают. Предъявляют им требования в письменном виде. Предлагают заключить соглашение о рассрочке долга. Предупреждают об отключении. После этого идут действия. От слов к делу ресурсоснабжающая компания переходит спустя два месяца. Направляет иски в суд. После достучаться до должников попытаются приставы. Так и произошло с одним из жителей Ереванского переулка. Долгов накопилось на 44 тысячи рублей. Вы же понимаете, что из неоплаты ваших долгов мы будем вынуждены арестовать ваше имущество? Я это понимаю. Сказано, сделано. У должницы изымают телевизор. Он будет выставлен на торги. Вырученные деньги пойдут в счет оплаты долга. Правда, до этого момента у нее будет возможность вернуть свое имущество обратно. По словам судебных приставов, такие меры необходимы и эффективны. Но благоразумие порой просыпается и без них. Особенно в преддверии праздников. В преддверии, наверное, Нового года. Все хотят куда-то улететь. Все приходят к нам и пользуются случаем оплачивать долги, чтобы не закрыли границу, чтобы уехать за границу. И также люди, которые имеют машины, приходят оплачивать долги, чтобы у них не изъявилось имущество, потому что машина, автотранспортное средство. Потому что у нас проводятся рейдовые мероприятия с инспектором ГАИ. Но если должники не идут к приставам, то приставы сами придут к ним. Подобные рейды они совместно с ресурсоснабжающими компаниями проводят еженедельно. Только Сочи Теплоэнерго сочинцы задолжали 384,5 миллиона рублей. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. В четверг, 10 ноября, воды не будет на Мацесте. Это связано с плановыми работами на водоводе в районе санатория «Электроника». Поэтому с 9 утра до 7 вечера будет прекращено водоснабжение санаториев «Зеленая роща», «Спутник», «Мацестинская долина», «Мацеста». Котельных номер 17, 24, 31. Школы номер 11, детсада номер 4 и поликлиники. Также без воды на это время останутся жилые дома на улицах Аллея Челтенхэма, Чекменева, Мацестинская, Береговая, Фурманово, Измайловская, Профсоюзная, Видовая, Ручей до Симона, Малая и Переулка Лечебный. На улице Макаренко начался снос гаражей. Они находятся на муниципальной земле и по судебному решению должны быть убраны с этой территории. Неделю назад во время обхода мэра микрорайона Макаренко к нему обратились местные жители. Рассказали, что два судебных решения по сносу гаражей были вынесены полгода назад, но только ВОЗ, то есть гаражи, и ныне там. Анатолий Пахомов дал поручение немедленно разобраться в ситуации. Накануне в присутствии службы судебных приставов сотрудников полиции и мэрии начался демонтаж нескольких железных гаражей. Срезка замков, петель ворот, а также инвентаризация и вывоз имущества уже проведены на нескольких объектах, подлежащих сносу. По решению суда будут демонтированы 8 гаражей. В настоящее время проводятся мероприятия по понуждению людей, собственников имущества, чье имущество расположено в гаражах, к освобождению и добровольному вывозу этого имущества с последующим демонтажом, то есть сносом этих гаражей. Как любые собственники, конечно же, они возмущены в связи с тем, что гаражи будут сноситься. Это просят, единственное, конечно же, время для того, чтобы вывезти имущество какое-то, которое находится в объектах, подлежащих сносу. Но в любом случае идем им навстречу, чтобы какой-то разумный срок дать. Помимо гаражей, у которых есть собственники, ряд строений признаны бесхозными и также будут снесены. Все работы планируется завершить к концу недели. На этом месте в будущем планируют разбить небольшой сквер. Еще несколько гаражей снесут в районе детской поликлиники. Там появится долгожданная бесплатная парковка. Акция «Посади дерево» шагает по всему Большому Сочи. Горожане в разных уголках курорта уже посадили тысячи кипарисов, эвкалиптов, ликвидамбров и туй. Сегодня масштабная высадка зеленых насаждений прошла в Хостинском районе. Объездная дорога на транспортной теперь будет радовать глаз проезжающих. По всей протяженности этой улицы уже растут эвкалипты. Ранним утром здесь посадили 130 молодых деревьев. Вместе с нами, вместе с администрацией Хостинского района в этой акции участвуют просто жители города Сочи, наши хостинцы, которые решили присоединиться к нашей акции. Каждый сочинец должен посадить дерево. Все вместе, все коллективно. Высадка дерева – это, мне кажется, долг каждого жителя, каждого человека. Всего в Хостинском районе новую жизнь получат более тысячи деревьев. Помимо эвкалиптов, это будут пальмы, голубые ели и ликвидамбры. На аллее Челтенхэма, в сквере влюбленных и в сквере дружбы на Фабрициуса эти ростки уже принялись. На очереди Кудепста. А вот в Богушевке деревья сегодня сажали целыми семьями. Такую акцию здесь приурочили сразу к двум праздникам – Дню города и Дню рождения села. 120 лет Богушевки местные жители отметят 12 ноября. Это же останется нам, нашим детям, нашим внукам. И внуки, представляете, через сколько лет скажут, что бабушка с дедушкой сажали. Почаще бы таких людей и покрасивее было бы везде. В сквер Богушевки, где расположен и мемориал памяти погибших селян Великой Отечественной, жители села теперь называют «парковой зоной». А все благодаря 36 кедрам, которые посадили члены 36 семей. У каждого дерева именная табличка. А участие в этом историческом событии приняли представители всех поколений. Красота! Красота! Вы знаете, что сейчас мне сколько лет? 80! Настоящий парк. Чтобы годами старость совсем горбатой буду, приду, посмотрю, как молодежь танцует, радуется. Мы тоже будем радоваться. Эта акция будет не последняя. И мы продолжим. Я думаю, в следующий раз мы такую же акцию проведем на 9 мая. По высадке саженцев, других растений, уже по дороге в село Богушевка. Хочется видеть наше село в самом красивом городе Сочи. Мы приглашаем всех на день рождения нашего села. Это будет 12 числа в 14.00 будет и концертная программа, и детская программа. Всех вас ждем. Богушевка дала старт высадки деревьев в селах. Всего в Раздольском сельском округе молодые корни пустят 350 зеленых насаждений. Дружно выходим на субботники и сажаем деревья. Подвигнула акция, конечно, день города. Мы все-таки высаживаем огромное количество деревьев. Те, которые в нашем округе не растут, тем более по туристическим маршрутам. У нас запланировано на общем совещании с ТОСами, что через 3-4 года у нас должен быть один из привлекательнейших экскурсионных маршрутов. В целом, акция «Посади дерево», стартовавшая в Сочи в честь Дня города, подарит курорту несколько тысяч новых деревьев. Ольга Десятого, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Но не всем деревьям так везет. Минувшие ночью в центре Сочи наблюдали огненный столб с горелки Парис. ЧП произошло на улице Кубанской, рядом с морским переулком. По словам очевидцев, сначала рядом с деревом загорелся мусор, потом пламя перекинулось на Кипарис. Дерево моментально заполыхало. К счастью, дальше на соседний дом огонь не распространился. Продолжаем. В преддверии Дня города приступили к благоустройству набережной реки Сочи. Сегодня там начали красить ограждения, стены и балясины. В сотне метров ограждения реки Сочи, берега укрепительная стена, поручни, балясины – все вскоре засияет новой краской. В последний раз набережную приводили в порядок до Олимпиады. Но тогда проводилась полная реконструкция. Косметического ремонта здесь не было давно, а потому объем работ солидный. На несколько этапов мы разбили работу. Первым этапом – это у нас от улицы Московской до Риверского моста. Обе стороны реки красим, выкрашиваем. Вторым этапом будет верхнюю сторону, сторону гор. Набережная реки – любимое место не только для прогулок и отдыха, но и самовыражения художников-графистов. Стена была расписана там, куда дотянулись руки с баллончиками краски. Кроме того, берега заросли травой и даже кустами. Поэтому прежде, чем к работе приступили маляры, вдоль русла прошлись с газонокосилками. Над стенами тоже придется потрудиться, чтобы придать им ровный оттенок желтый песчаник. Сложная поверхность, потому что неровности. Приходится закрашивать краскопультом. Обычным валиком такие поверхности не закрашивают. Чтобы обновить парапеты от улицы Московской до Краснодарского кольца, потребуется около двух тонн краски и 10 дней. Рабочие дают гарантию. Вне зависимости от погоды и осадков, следующее обновление набережной потребуется через пять лет. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Кстати, Сочи снова стал площадкой для съемки музыкального клипа. Правда, певец мало кому известен. Зовут его Даниэль Перес. Клип на песню «Другая» снимался сразу в нескольких районах Сочи. Здесь и Красная Поляна, и центр курорта, и природные экскурсионные объекты. Напомню, что это далеко не первый опыт использования вместо искусственных декораций природных красот Сочи, что, несомненно, нас только радует. Сочи сегодня открылся детский хоккейный турнир «Противостояние». В этих новых для города соревнованиях принимают участие юные хоккеисты 2007 года рождения. На первый турнир приехало восемь команд из разных городов страны. За ходом первых ледовых поединков в Дворце спорта «Большой» наблюдала Ольга Десятого. Открылись соревнования красочной церемонии. На лед вышли восемь команд-участниц первого хоккейного турнира с громким названием «Противостояние». Детские ледовые дружины хоккеисты 2007 года рождения приехали со всей страны. Даже из самых ее дальних уголков. Южно-Сахалинска, Якутска, Благовещенска, Иркутска, Назрани и Грозного. Две команды представляли город Сочи. В руках главного символа турнира «Панды Гоши» появляется кубок победителя соревнований. Его получит сильнейшая команда. Игра в округовой системе. 15 минут чистого времени. Все семь дней. Команда играет по одной игре в день. Ну и кто больше количества очков наберет, это и станет победителем. Первый нелет опробовали команды «Полярные волки» из Якутска и «Магас» из Ингушетии. Ребята из республики Саха с первого периода взяли инициативу в свои руки. Матч открытия закончился с разгромным для «Магаса» счетом 21-0 в пользу клуба из Якутии. Как признались игроки уже после игры, помог опыт, в том числе опыт игры на сочинском льду. Мы уже четвертый раз в Сочи. Первое место мы заняли в 2015. Потом второй раз мы приехали, шестое место заняли. Третий вот сейчас сыграем, пока идем в первые. Ну а у «Магаса» еще будет возможность отыграться. Впереди еще шесть встреч. Коллектив молодой, и этот турнир – отличная возможность укрепить командный дух и повысить свои спортивные результаты на Олимпийском льду. Наша команда очень молодая, даже года нету, как мы ее создали. У нас в республике только появился, зарождается хоккей в Ингушетии. И вот у нас получилось так, что мы получили приглашение, и мы решили поучаствовать только в турнире в ваших краях. Дети у нас шокированы. Такого льда все-таки у нас там поменьше немножко, здесь не такая же арена крупная. Завершится турнир 15 ноября, ну а откроется снова уже в декабре. В очередном турнире «Противостояние» примут участие команды игроков 2008 года рождения. Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». И на сегодня это все новости. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов ткани для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Партнер выпуска – бизнес-центр «Грант». В одном месте представлены материалы для отделки стен, напольные покрытия, мебель, климатическое оборудование и многое другое. Ну а все новости уже на нашем сайте «ФКТ.ком». В студии была Инга Габеши. О всем самого доброго. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.